Сергей Есенин устами одного своего лирического героя говорил «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии». Отбросив личное, так можно сказать о каждом явлении, большое видится на расстоянии. Вот так и дни Брянской области в Совете Федерации. Это возможность оценить потенциал нашего региона в масштабах всей страны, на фоне субъектов Российской Федерации, в сравнении с ними. А еще это возможность презентовать проекты, которые выросли из масштаба региональных и вполне могут украсить любую федеральную программу, а значит претендовать на федеральные средства. Дни в Совете Федерации начались расширенными комитетами и первые по науке, образованию и культуре. Перед обсуждением шутили, это не только первый по списку, но и самый важный, основополагающий в фундаменте развития общества. В докладе Александра Коробко ключевые тезисы стратегии развития культурной политики до 2030 года. Уникальное географическое положение Брянской области на границе трех славянских государств Белоруссии, России и Украины единые исторические корни традиционной народной славянской культуры определили одно из основных стратегических направлений реализации культурной политики региона в развитии международного и приграничного сотрудничества с регионами Белоруссии и Украины, Молдовы и других государств. За столом сенатора участники обсуждения. Они представляют Липецк и Томск, Пензу и Республику Коми. У пограничных нас геокультура как вектор стратегии. О международных мероприятиях говорили и со-докладчики. Не просто теория, детали, мазки в многоцветную палитру брянской культуры, калейдоскоп, фестивали, конкурсов, пленеров, концертов, Иван Булаткин об этносе, о самобытных истоках брянской песни, Светлана Рязанцева, заслуженная артистка России, о гастролях Донецкого театра и о фестивале «Славянские театральные встречи». Его и предложено включить в федеральную программу. Также сенаторов пригласили в соучредителя фестиваля «Славянское единство», который в народе называется «Три сестры». Ищем новые формы работы. Есть проект «Театральная суббота», которому подключено правительство Брянской области, органы местного самоуправления. Это совместно с нашим театром. По субботам в 12 часов на сцене театра показывают спектакли для зрителей районов области, всех районов. Это очень важный проект в популяризации искусства театра. Вы по библиотекам очень подробно и хорошо сказали. Буквально совсем недавно на днях председатель правительства проводил совещание по вопросам книги, книги, чтения и книжных магазинов. Много приходится нам в комитете буквально защищать снос или закрытие того или иного книжного магазина. Какими мерами поддержать культ работников на селе, предусмотреть гранты молодым музыкантам, как ускорить принятие закона о культуре. Разговор получился полезным, деловым. Как итог решения – организовать встречу исполнителя власти Брянской области с первыми лицами министерств сельского хозяйства и культуры, чтобы помочь сообщам. Государственным заказчиком, координатором программы устойчивого развития сельских территорий является Минсельхоз. У них есть замечательная программа, в которой мы, начиная с этого года, являемся также участниками заказчика. Там, к сожалению, Минкультура предусмотрена кровь по сравнению с другими заказчиками, в частности, с Росавтодором. И даже этих кровь на 2017 год мы лишились, пожалуй, более чем на 40%. А еще предусмотреть такие выделения в будущем году денег на завершение реконструкции Красного Рога, поместья Алексея Толстого. На Комитете по бюджету и финансовым рынкам речь шла о лимитах субъектам. Как рационально их использовать, приводила брянский пример Галина Петушкова. Дефицит бюджета в 2016 году составляет 3 миллиарда рублей. Это едва ли не лучший показатель в ЦФО. 70% областной казны – это социальные выплаты. Это отметили сенаторы на заседании Комитета. Если в чем и нужна помощь, то в дотации на сбалансированность бюджета. Ведь прибыль по сравнению с позапрошлым годом стала меньше в 1,3 раза. Доля банковских кредитов в объеме долга снизилась с 76% на начало 2015 года до запланированных 39% по итогам 2016 года. Это позволило в текущем году сэкономить 290 миллионов рублей на обслуживание госдолга и перераспределить на социально значимые расходы. Наш департамент финансов озвучил просьбу предусмотреть 300 миллионов на приобретение квартир детям-сиротам. Сенаторы отметили – надо помогать. Работа с финансами в области ведется грамотно и планомерно. Госдолг нашей области не так уж и велик по сравнению с соседями. Например, в Смоленской области он составляет 30 миллиардов, вдвое больше нашего. И пусть не Есенин, но тоже классика – все познается в сравнении. Во вторник Днебрянской области в Совете Федерации продолжатся новыми встречами, о которых расскажут Мария Сергеенко и Ван Зюрев в события из Москвы.